Биткоин упал с 65 до 57 тысяч долларов. Что происходит? Суд в США обязал обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX выплатить 12,7 миллиарда долларов в качестве компенсации своим клиентам и жертвам мошенничества. Рынок очень испугался этой новости, но еще больше биткоин напугало то, что комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила биржу о недопустимости выплат кредитором в стейблкоинах или любых других цифровых активах. То есть биржа не может выплатить компенсации в криптовалютной форме. И именно поэтому инвесторы снова начали предполагать, что тезер может рухнуть. Также они испугались того, что FTX придется выходить из цифровых активов фиатные, то есть продавать стейблкоины и криптовалюты за наличный доллар США. Именно поэтому сейчас на рынке царит страх и хаос. Именно поэтому биткоин упал до 57 тысяч долларов, а некоторые аналитики уже прогнозируют ему поход до 45 тысяч долларов в ближайшее время. На этом фоне индекс страха и жадности на рынке упал до 26 пунктов, а потоки капитала, которые текут в биткоин, значительно меньше, чем те, которые текут в стейблкоины. Это означает, что инвесторы переходят в стейблкоины, то есть продают в целях безопасности или в целях накопить стейблкоины для будущих покупок на просадках. Давайте обсудим, что происходит сразу же после того, как вы передадите за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передали? Большое спасибо за поддержку. Итак, план выплат кредиторам и клиентам FTX предусматривал выплату в стейблкоинах на сумму 12,7 миллиарда долларов. Однако теперь комиссия по ценным бумагам предостерегает их от этого, называя такие выплаты незаконными. Комиссия также оставила за собой право оспорить любые сделки FTX с криптоактивами. Кроме того, SEC выступила против положения, которое могло бы защитить FTX от судебных исков со стороны кредиторов. Почему SEC это делает? Возможно, причина заключается в том, что существует вот этот законопроект от 2023 года, который называется Clarity for Payment Stable Coins, закон ясности для платежей в стейблкоинах, который может быть принят уже к концу этого года. Этот закон должен урегулировать стейблкоины и компании, которые их выпускают на территории США. CoinGeek пишет, что этот законопроект в случае принятия может создать проблемы для тезера USDT, а также для алгоритмических стейблкоинов, как, например, стейблкоин от FTX. Возможно, комиссия по ценным бумагам и биржам США кое-что знает об этом законе и о его принятии до конца этого года. Именно поэтому они предостерегают FTX от любых транзакций с использованием стейблкоинов и буквально давят на биржу, чтобы она произвела выплаты клиентам именно в фиате, то есть в долларе США. Это может вынудить FTX продать свои криптовалютные активы. Мы видим, что основными цифровыми активами, которыми они владели, были Solana, Bitcoin и Ethereum. Это немного устаревшая информация и сейчас они, возможно, продали многие из этих криптовалют, но потенциально они могут держать большую пачку USDT. Мы видим, что на момент подготовки этого отчета у них было 120 миллионов долларов. Однако, если продать все эти криптовалюты, то получится, что они держат 3,4 миллиарда долларов. Если FTX придется конвертировать эти 3,4 миллиарда тезера в фиат, то самому тезеру придется ликвидировать позиции на 3,4 миллиарда долларов. И вот в чем держит деньги тезер. На данный момент у них 118 миллиардов долларов обеспечения. Мы видим, что 110 миллионов долларов из них, например, они держат в кэше или на банковских депозитах. Также в обеспечении мы видим корпоративные облигации, защищенные долги и даже драгоценные металлы. Если их вынудятся ликвидировать 3,4 миллиарда долларов из резервов путем продажи некоторых своих позиций, это может привести к тому, что на краткосрочной дистанции тезер не будет полностью обеспечен долларом один к одному. То есть мы можем увидеть отвязку курса тезера, который сразу же обзовут коллапсом тезера и сделают все для того, чтобы на этом событии как можно сильнее обвалить биткоин. Это может стать черным лебедем, особенно если этот законопроект будет принят до конца этого года. И это событие может забавным образом совпасть с этим паттерном на графике. 5 июля мы видели падение биткоина из-за черного лебедя. 5 августа у нас был черный лебедь, японский кэрри трейд и биткоин тоже упал. И сейчас на носу 5 сентября. И отвязка курса тезера от доллара вполне может стать новым черным лебедем. Но так ли это страшно на самом деле? Попробуйте ответить на это в комментариях. Но я вижу сентябрь на бычьем рынке возможностью покупки. Об этом говорит и сезонность, мы уже разбирали это в прошлых видео. Сентябрь исторически красный месяц, а четвертый квартал обычно зеленый. Похоже, в это верят и киты. За последние 24 часа балансы китов значительно выросли. 30 августа они достигли нового исторического пика. Цену биткоина удерживают от роста. И одновременно с этим накапливают монеты, как никогда раньше. И я думаю, что это очень позитивный фактор. Это очень бычий фактор. Институты продолжают накапливать биткоин. Однако розничные инвесторы демонстрируют очень низкий интерес. А те, кто все же интересуются, сейчас испытывают страх. Интерес розничных инвесторов сейчас находится на отметках, которых мы не видели с 2020 года. При этом индекс страха и жадности криптовалют находится на самых низких значениях за весь этот год. Институты же напротив биткоинов продолжают покупать все больше и больше биткоинов, включая тот же BlackRock. Они знают, что предложение биткоина ограничено, поэтому они могут продолжать накапливать и покупать все больше монет, пока на рынках царит страх. Для них это лучшая возможность. И они будут делать все для того, чтобы мы боялись как можно дольше. Именно поэтому это все может быть ловушкой, когда люди продадут сейчас, на страхе из-за ликвидации криптоактивов на 12,7 миллиарда долларов. А затем мы увидим эту картину, зеленый график, как в 2020 году. Обрати внимание, как совпадает движение цены биткоина сегодня, вот эти вот свечи, и тогда в 2020 году это вот этот зеленый график. Мы движемся идентично и сейчас мы находимся где-то вот здесь. На это намекает и индекс относительной силы. Цена биткоина колеблется в каких-то диапазонах как раз тогда, когда RSI, индекс относительной силы, находится около среднего недельного уровня. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Такую ситуацию мы видели с марта по октябрь 2023 и с апреля по октябрь 2020. И угадай, что тогда произошло. Рост биткоина здесь и рост биткоина здесь. Сегодняшняя ситуация похожа на 2020 год, в том числе и потому, что и тогда и сегодня мы наблюдаем рекордный всплеск покупок от китов. 2020 год – огромный всплеск покупок. 2024 год – огромный всплеск покупок от крупных игроков. И тогда и сегодня мы торгуемся на уровнях около предыдущего исторического максимума. И пока розницы становятся скучно и страшно, киты агрессивно скупают биткоины. И, кстати, не только биткоины, но и эфириум тоже. Спрос со стороны китов видно даже на этом индикаторе. Вот эти зеленые вспышки. Посмотри, какие скачки огромнейшие. Это средний коэффициент притока оттока биржи. И он указывает на сильное давление покупателей. Это происходит лишь в шестой раз за последние 10 лет. Но розничные инвесторы, конечно, никак на это не отреагируют. Они войдут в биткоин тогда, когда цена превысит 70 тысяч долларов. Я бы даже сказал 74 тысячи долларов. Но когда же это, наконец, произойдет? Возможно, это сможет произойти тогда, когда золото, наконец, сделает перерыв. Обрати внимание, биткоин – это график сверху. Все еще топтится у предыдущего исторического пика. При этом золото, это график внизу, уже давно его преодолело. И сразу же после того, как оно это сделало, оно резко рвануло вверх. Также обрати внимание на выборные годы в США и как они влияли на циклы биткоина с 2016 по 2024. Наш цикл здесь обозначен белым графиком. Кроме этого, 18 сентября этого года у нас может быть первое снижение ставки ФРС США. И то, как оно повлияет на рынок, зависит от того, наступит ли рецессия. Мы уже говорили об этом. Если это будет рецессионное снижение ставки, то, как мы уже разбирали, эффект от снижения ставки наступит спустя полгода или даже год. Но посмотри на эти два графика вот здесь. Лишь они уже говорят нам о том, что здесь что-то не то, что рецессия очень вероятна. Красный график показывает личные процентные платежи по долгам. Синий график указывает на личные сбережения. И кажется, вы уже начинаете понимать, что это ненормальная ситуация. Вы видите, как сильно они сейчас расходятся. Как низко синий график и как высоко красный. Личные платежи по долгам взрываются и достигают исторических пиков, каких мы никогда не видели. Личные сбережения сильно падают и достигают исторических низов, каких мы практически никогда не видели. По крайней мере в последние 50 лет. Это означает, что люди практически не копят деньги, у них нет накоплений. Но зато они тратят на обслуживание долгов, в том числе по кредитным картам. Этих долгов все больше и больше и процентные расходы каждого гражданина все выше и выше. Для кого-то это еще один повод испугаться. Грядет рецессия, коллапс, обвал. Все будет очень плохо. Но для меня это лишь повод подготовиться на этот случай. На случай, если рынок предложит хорошие скидки. Я буду этому очень рад. Я выигрываю в любой ситуации, потому что я долгосрочный инвестор, а не краткосрочный трейдер, который пытается ловить дно или пик. И при этом еще использует кредитное плечо. Это прямой путь к банкротству. Я всегда пытаюсь усредить свою позицию, купить тогда, когда индекс страха и жадности падает ниже 20. Но это не финансовый совет, естественно. Сейчас же мы видим, что рынок очень боится. И этот страх мешает людям увидеть самое главное. То, что сейчас начинается новая страница в принятии биткоина. Это поражает сознание. Нас интересует это событие, когда целая страна принимает криптовалюту, в том числе и биткоин, для международных транзакций. И это произойдет уже сегодня. До чего мы дожили? Крупные страны будут торговать товарами за биткоины. Не за доллар США, не за юань, за биткоин. Это невероятно. Если это не новая эра для биткоина, то тогда что это? Но это еще не все. Швейцарский центральный банк покупает акции биткоин-компании микростратегии. Это говорит нам о том, что, во-первых, они верят в будущее биткоина и микростратегии. Ведь микростратегия сильно зависит от биткоина. И если бы швейцарский центральный банк не верил в биткоин, зачем ему вкладывать в компанию, которая всецело зависит от курса биткоина? И во-вторых, этот шаг швейцарского центрального банка может потенциально сигнализировать нам о том, что институциональное доверие к биткоину как к резервному активу растет. А значит, мы можем дожить до того, что каждый центральный банк в мире будет покупать биткоин как золото. А золото они сейчас покупают очень-очень много. И посмотри, где сейчас золото. Оно достигает нового пика за новым пиком. И так уже целый год то же самое будет с биткоином. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok